всем привет сегодня снова посмотрим мою походную косметичку я снова в отъезде и взяла с собой самое самое необходимое что мне нужно то есть то без чего я не могу обойтись в принципе это всегда познается в такие моменты когда ты куда-то уезжаешь собираешься и берешь конечно чтобы и много не тащить и чтобы ну комфортно было проводить время вне дома это мой базовый такой уход который сейчас у меня есть и первое что здесь это восстанавливающий активный спрей его я наношу на сухое чистое лицо и затем уже начинаю наносить другой уход то есть это прям обязательная штука которую я периодически меняю на другие спреи ну а пока 0257 него артикул и вру 0256 0257 это кислородный бальзам наизусть их уже знаю потому что заказываю просто бесконечно следующая линейка bloom она продолжает у меня быть в использовании сыворотка здесь 30 миллилитров и ну как сказать довольно недовольно вроде нормально в сочетании с дневным кремом очень даже неплохой эффект дает дает прям такое знаете уплотненное уплотненное лицо кожу приятно ложится макияж на вот эти два продукта вместе одной сыворотки недостаточно уже время года уже прохлада началась холод я бы даже сказала снежок уже выпадает поэтому только вместе а летом одну сыворотку используем вообще делала обзор на линейку bloom обязательно посмотрите взяла только дневной крем ведь ночной брать не стала мне его мало мне не нравится эффект от него на лице поэтому взяла дневной почему-то он жирнее чем ночной и на день его прям минимум какой-то я наношу а на ночь хорошим таким плотным слоем и с утра мне нравится эффект поэтому я его использую как дневной ночной хорошо что здесь нет spf потому что именно наличие spf мешает использовать дневные кремы на ночь ну так по крайней мере я не раз уже это мнение слышала что если в креме есть spf то на ночь его лучше не использовать а вот когда в дневном креме не креме нет spf то пожалуйста используйте на ночь поэтому начала его использовать и днем и на ночь и пошел конечно уже совсем другой расход и не за насколько хватит но в любом случае не всегда хватает всего надолго а вот этот крем для век у меня расходуется очень быстро потому что мне тоже недостаточно его питательных свойств увлажняющих и на два раза приходится мне его наносить всячески сейчас уже на кожу век начала наносить сыворотку которую я уже вам показала убрала и поверх вот этот крем почти пустая уже упаковка месяц пользуюсь и уже все закончилось бальзамчик для губ зима но без этого вообще никак у меня в каждой косметички в каждом углу дома есть и сейчас собой две штуки 2 в другом месте лежит дальше 2 сыворотки для ресниц и для бровей для бровей прям прочувствовала эффект у меня как-то выпали с концов наружных бровей волоски и бровь стала заканчиваться но не там где нужно и спустя не за мне кажется две недели я увидела что там начали добавляться волоски мне не нравится только одно что когда я достаю оттуда щеточку она по ощущениям ну прям пустая и только когда я на руку пробую я вижу что она оставляет следы и какая-то суховатая как будто продукта недостаточно и каждый раз я делаю вот такое движение и тогда она более наполненная что ли ну все равно суховат такое ощущение что она уже у меня закончилась в общем тоже как-то ненадолго хватило но посмотрю если удалю сейчас я решила удалить ограничитель посмотреть что там внутри если ничего нет то придется до заказать мне понравилось это средство сыворотку для роста ресниц снова достала снова использую потому что мои мои ресницы начали забастовку периодически такое бывает то кто все к все красиво у них все хорошо то потом берут и начинают оба как краситься в общем в этим в эти моменты я начинаю использовать сыворотку для роста и это все помогает густоты не добавляет не могу сказать но каким-то образом реснички больше становятся более более ровными их их проще красить косметички у меня зубная нить фаберлик это вот проблема общая фаберлик когда упаковка теряет свой вид раньше чем закончился продукт и нет опять же артикула да то есть ну вот так достанешь ты нить кому-то покажешь понравится скажет дайте какой артикул я бы заказала и и вот тебе и нету артикула но легко найти в принципе зубная нить у нас в каталоге 1 и она абсолютно нормальная кто-то и очень сильно критиковал что она какая-то не такая расслаивается и дорогие нити расслаиваются единственный здесь нюанс ее не 50 и 25 метров ну и ладно вот если 50 метров у меня отбывала упаковка ломалась то есть ну я не в не про нашу нить говорю oral by у меня разваливалась на две части упаковка там еще нити было много а упаковка разваливалась поэтому ну не знаю что что лучше в общем 25 метров 99 рублей в каталоге стоит а со скидкой у меня например 74 рубля потому что я зарегистрирована и вы тоже можете по ссылке под этим видео зарегистрироваться и получить сразу после регистрации 20 процентов скидку матирующие салфетки это мои любимые у меня здесь лежит одна пустая упаковочка 2 вот почти подходит концу но всегда есть запасе без этих штук тоже я уже не живу мне очень нравится немножко промокнуть лицо в течение дня ну и после крема блум он немножко жирноватый и перед тем как наносить тональный я промакиваю лоб и т-зону флюид аквасмарт уже у нас в каталоге в не представлен он только появляется на каких-то распродажах это очень классная штука здесь есть spf 10 и я сейчас наношу его на кожу шеи и декольте в общем я случайно его начала использовать именно с этой целью потому что ничего не оказалось на замену закончившемуся крему для шеи декольте и оказалось что он очень очень классно увлажняет и какие-то морщинки даже разгладились у меня по прошествии времени то есть видимо кожа была не увлажнена на шее достаточно и он мне очень помогает сейчас кстати на шею тоже спрей восстанавливающий наношу и потом вот этот флюид нравится мне 50 миллилитров тоже мне намного на долго хватит так что с собой тоник нежный это мой вообще любимчик спутник на протяжении уже многих я бы сказала лет крем пенка реноваж ну вот взяла ее сейчас в дорогу домой приеду буду использовать линейку айсиул еще и и так и не попробовала мицеллярная вода гарни по отзывам по рекомендациям из комментариев я ее купила и вот по поводу смывания у нас тут были споры по поводу смывания масок для лица вот как маски для лица нужно смывать так и мицеллярную воду хотя тут написано не требует смывания еще как требует я тут сидя просто ну за разговором с подругой решиться уже сижу поздно и понимаю что мне хочется смыть макияж и взяла ватные диски вот эту мицеллярку и начала просто просто смывать лицо вроде смыла все умыла и сижу и понимаю что у меня жутко жжет веки просто жутко я соскочила и пошла и все это умывать и вот чтобы тут не писали какая бы она ни была для чувствительной кожи даже чувствительный там бережная формула не требует смывания все требует и вот моя ну я не знаю я не могу сказать что у меня какие-то веки чувствительные у меня сами глазные яблоки да очень чувствительные но чтобы веки но я в общем бегом побежала все это смыла и вам рекомендую все это смывать это очищающее средство как его можно не смывать и что еще сейчас у меня из ухода это роллинг гель у меня и дома есть и с собой взяла я это очень быстрое средство для очищения гель скатка сейчас уже по моему в каталоге его днем с огнем не сыщешь и очень жаль конечно что его с нельзя купить ну и теперь пошла декоративная косметичка начнем с тонального цвета уберу закончился у меня тональный крем ff которого тоже в каталоге больше нет и это мое большое сожалению что его больше нет достала сиси крем сейчас найду оттенок еще он новенький 62 45 это достаточно плотный такой жирненький крем тональный который посветлее можно сделать оказывается было давайте покажу вам тон немножко жирнит мне лицо но хорошо перекрывает какие-то несовершенства я думала это самый светлый оттенок но мне подсказали что не самый светлый их там не поймешь на самом деле когда в каталоге начинаешь выбирать я вам не могу даже его нормально показать сейчас на этом освещении дурацкое освещение но в общем он немножко темноват все-таки для лица с которого уже сошел загар здесь есть spf 15 это хорошо снега тоже солнце отражается и точно также влияет не очень благотворно поэтому и для зимы тоже хорошо что он делает увлажняющий корректирующий тональный крем увлажняющий но я бы с честно сказала что он питающий питательный обладает легкой текстурой неправда маскирующие способностью не утяжеляя кожу легкая она может быть знаете ложится тонко и маскирует хорошо но на самом деле плотноватый и плотные плотное пигментирование не может быть очень легким но не может быть и поэтому здесь про легкую текстуру конечно они немножечко неправильно написали улучшает корректирует цвет лица однозначно увлажняет питает и защищает кожу делаю бархатистой бархатистой не делает делает немножко увлажненный финиш такой блестящий и требует припудривание если не закрепить пудрой то вы получите ну по крайней мере минут через не знаю там как часто вы говорите по телефону у меня на телефон махом все это переходит и лицо остается без тонально поэтому обязательно требует закрепление пудры и у меня ничего не нашлось лучше чем взять с собой в дорогу это сочетание двух пудр 1 спорт и пляж у нас уже ушла из ассортимента это была временная лимитированная летняя линейка достаточно темный оттенок и его сейчас он уже темноват но мне не хочется оставлять все это до следующего лета такие вот остатки мне хочется это допользовать сейчас и я использую в сочетании с двумя вот беру кисть и сначала здесь по краю набираю эту пудру затем в мерцающую это я даже кстати вам не сказала что это это пудра иллюминайзер для лица мерцающая воль 6074 у нее оттенок смешиваю все это на кисточке и переношу на лицо мерцающая пудра она бесцветная если ее просто наносить то даже оттенок тонального скорее всего не изменится она сейчас выглядит белесый но это потому что я очень много нанесла этой пудры на светле сделаю а вообще она переносится просто ну просто каким-то мерцанием которое кстати напоминает мерцание пудры моей любимой сейчас я покажу это мамина пудра напоминает по мерцанию по небольшому вот эту вот пудру и из линейки марии вэй который к сожалению тоже нет я прям хотела бы чтобы ее вернули но я не знаю перевоплотиться ли она ли она в какой-то другой линейки не в одной здесь спонжа нет я просто дополнительные сюда положила он уже на самом деле здесь не нужен тут спонж есть но я использую все это кистью в этот раз кисти я взяла взяла кисти для пудры взяла кисть для тональной основы прошлый раз я все это забыла и промучилась две недели в этот раз я взяла и для румян теперь переходим к румянам румяна я до сих пор никак не могу использовать буржуа им 500 лет 34 оттенок rose door и он существует этот оттенок я в instagram уже выкладывала в золотом яблоке на распродаже такие румяна видела и то есть этот оттенок существует его ни на что не поменяли когда они закончатся я не знаю и и когда их купила я даже не помню мне кажется лет десять назад точно я их купила ну и они не дешевые вот такая однушечка румян по моему за 400 с чем-то рублей продавалась это уже ну вот по какой-то мега акции и спрашивали тут какие у меня румяна на лице я опять стала пользоваться румянами бронзер у меня используется в качестве румян но он большой мне не хотелось тащить вот дополнительный вес я его оставила дома вот эти румяна взяла есть маленькое зеркальце в котором невозможно ничего увидеть корректор пользуюсь сейчас на пигментацию под тональный крем и вот тут пару дней просто забывала его наносить и понимала что тональный крем хуже перекрывает пигментацию чем вот с этой лиловой базой и все опять взяла в себя в руки вспомнила что с собой у меня он есть 6180 сейчас у нас идет каталог номер 15 осталось всего парочку дней до его завершения ну вот они там по 149 рублей 4 разных варианта могу вам порекомендовать что еще умные для корректировки с собой конечно же корректор без него никуда просто никуда использую его только исключительно на веке для того чтобы сделать ровный тон по всему лицу не только на самом лице для век используем на его потому что не каждый тональный крем можно использовать на веке а лучше не использовать вообще никакой а именно специальные средства использовать потому что у тональных много различных эффектов которые веком нашим не нужны особенно если это матирующий какой-то тональный то тогда ни в коем случае следующее корректирующее средство это катрис камуфляж тоже конечно взяла его с собой перекрывая синячки около переносицы и только для этого использую но иногда какие-то знаете прыщики выскакивают тоже очень хорошо перекрывает и практически незаметно то есть вообще непонятно есть там что-то у тебя или нет ну вот на то он и камуфляж маскирует просто просто супер у меня оттенок 20 есть еще светлее 10 но он в розовый уходит а для того чтобы не мои венки перекрыть здесь как раз есть желтый пигмент и прекрасно все справляется купила год назад его посмотрите сколько осталось расход минимальными конечно у меня и площадь сейчас минимальная для того чтобы маскировать тоже надолго у меня задержится дальше бальзам для губ в косметичке здесь тоже лежит но это из позапрошлой линейки получается до зима вот уходовой косметички у меня бальзам из прошлогодней коллекции а здесь поза прошлогодняя коллекция они разве они разные но они одинаково классно ухаживает за губами сейчас уже новая линейка у нас выходит 16 каталоге обязательно буду брать говорят там нет отдушки совершенно и у меня собственно эти ни одна не напрягали поэтому с удовольствием и пользуюсь они бывают сейчас очень часто на распродажах мне без разницы какая ли как какого года выпуска вот этот бальзам он почему-то совершенно не портится вот этот ему считаете два года и он прекрасно прекрасно себя чувствует и не испортился ничего с ним не сделалось поэтому конечно я лучше его куплю на распродаже за 36 рублей чем новый там за 99 я знаю что получу примерно тот же самый эффект но просто за другие деньги дальше давайте перейдем что у меня здесь брови брови да я показывала в инстаграме этот карандашик он у меня не сказать что стремительно подходит концу если бы это был карандаш из линейки секрет который затачивать не надо я бы показала его уже в пустых баночках наверное раза два а этот более долгоиграющие по его нужно точить меня это подбешивает но мне нравится он прям совпал с оттенком моих бровей не теплее не холоднее а вот прям как надо пятьдесят пять двадцать семь артикул этого карандаша и вот он такого приятного оттенка и не теплого и не краснит в общем то что нужно кисточка мне это тоже не очень нравится но пользуюсь расчесываю брови до и после да для того чтобы понять где мне нужно подкрасить после для того чтобы вот такие штрихи немножко растушевать чтобы не было каких-то четких линий и затем гель для бровей у меня арт визаж это бессменный гель сейчас у меня дочь уже купила divash и сказала что он круче вот ее косметичка кстати стоит рядышком я сейчас попробую найти не нашла не нашла ладно там просто побольше упаковка он тоже прозрачные и огромная там огромная кисть мне она не понравилась а ей вот нравится поэтому я скорее всего останусь при своем вот этом геле у меня тем более в запасах он всегда есть и покупала по акции в золотом яблоке ну и вам рекомендую сейчас кстати у faberlic появилась тушь для бровей она в трех оттенках идет тоже в 16 каталоге будет я вряд ли захочу попробовать вот подруга я очень любит если она закажет я обязательно покажу вам вблизи карандаш и конечно же я взяла карандашики с собой и взяла вот вот те которые ближе всего к сердцу это оливковый оттенок 54 40 до 54 52 46 набрала вам и он у меня стремительно заканчивается его я прям использую он очень красивый дает посмотрите какой зеленый оттенок с каким-то золотом очень красиво переливается и им можно и стрелочку сделать и не стрелочку и растушевать его можно можно даже вот так тень навести если нужно да ну в общем девчонки мне этот карандаш очень очень нравится у меня кстати даже запасной такой есть уже я когда поняла что точу его очень часто использую часто вы купила еще один на распродаже следующий очень была недовольна твердостью этого карандаша 52 35 это серый оттенок но с удовольствием его использую вот до такого состояния я ни разу не красила на подводке вокруг глаз я ограничиваюсь вот тем что он рисует едва едва дотрагиваясь такой серо фиолетовый я бы сказала у него оттенок но я думаю вам видно да действительно здесь какой-то прям лиловый или фиолетовый пигмент присутствует и когда я этим карандашом делаю подводку сверху немножко снизу потом беру вот этот ярко-голубой карандаш который сначала думала надо не надо посмотрела как красиво смотрится он на фотографиях 52 47 на моделях я его купила и теперь в уголке глаза буквально чуть-чуть уж это все утрированно здесь я показываю но подчеркиваю вот так ресничный край нижний в наружном уголке глаза и очень красивый получается эффект он вот так ярко даже под глазами и не выглядит но дает оттенок здесь еще черненькие реснички его практически так не видно но взгляду придается ну вот придается небольшая какая-то более больше выразительность не знаю свет в общем мне вот это сочетание ей нравится я их использую только вместе потому что сам вот этот серый оттенок для меня слишком скучный а вот этим я разбавляю и кстати еще и синим карандашом разбавляла тоже очень красиво получается там такой темный насыщенный сапфировый оттенок но с собой у меня нет вот уже и тушь я достала fly lashes вот это неудачная мне попалась тушь она сначала казалось какой-то жидкой и не очень хорошо прилипала к ресницам я ждала когда раскраситься она не раскрасилась и начала подсыхать уже по кисточке видно что некоторые ворсинки у нее склеились но я не переживаю месяц она отработала принципе я раз в месяц тушь и выбрасываю ну и ее скорее всего тоже пустые баночки отправлю открою новый тюбик не знаю еще какой туши я подумаю у меня есть выбор ну и посмотрим вообще вот этой туши у меня в запасе штук десять точно есть и я думаю знаете она как вино чем дольше лежит тем лучше становится потому что когда я покупала тушь других партий не такую свежую это 19 года выпуска когда я покупала тушь годичной давности вот видимо она там дошла добродила нужного состояния вот пусть полежит год у нее срок годности три года то есть до 2022 года она будет годна если ее не вскрывать то ничего и не будет 53 27 артикул это моя любимая тушь но несмотря на то что она вот такая капризная в этот раз мне попалась ресницы я ей крашу нормально получается хорошо смывается и здесь целых 13 миллилитров я знаю девчонок которые очень долго используют тушь даже если она 68 миллилитров а по полгода погоду то вот этой вам хватит наверное вот кто у кого ресницы короткие кто не сильно красит мне кажется вообще хватит на не знаю сколько так ну и осталось меня вот еще смотрите у меня есть с собой кисть для теней а тени то я вам и не показала часто тоже задаете мне вопрос чем у меня накрашены глаза вот это единственные тени которые я сейчас использую а может быть и не использую это клиник клиник однотонные тени которые мне отдали и сказали они вообще не красят забери я забрала конечно и приноровилась к ним прежде чем их нанести я чуть-чуть вот так вот ногтем соскребаю чтобы чтобы хоть какая-то пыль здесь появилась набираю на кисть и разношу на века только так что-то что-то переносится и когда мне говорят что нет ничего лучше люкса вот все остальное г вот девочки вот вам обратный пример когда люксовая косметика г реальная г но на веках смотрится хорошо но попробуй называется выскреби их отсюда а цвет красивый да вы были бы они чуть помягче было бы цены бы им не было ну а так вот но я все равно благодарна за то что они у меня есть потому что они сейчас вот делают то что мне нужно чуть-чуть буквально высветляют века и это это наверное почему-то заметно на видео но я лично у себя не замечаю на глазах совершенно взяла помаду от визаж она приходила мне на обзор в составе коробочки royal samples я ее попробовала сказала очень яркая хотя здесь она ну какой-то сильно яркой не выглядит но на самом деле ярко розовая вот такой оттенок ну если чуть-чуть нанести на губы то получается очень красиво естественно очень долго держится видите на тверже чем пластилин а сверху можно нанести какой-нибудь блеск и тогда не будет сушить губы у меня есть faberlic вот такой попробую угадай оттенок вот по такому размазанному отпечатку не вижу не знаю какой оттенок но это вот такой блеск для губ который мне типа бальзам чека вот когда можно накрасить не глядя в зеркало и будет все равно ровно нормально это блеск из инстаграмного последнего моего поста я там в ярком джемпере и вот этот блеск подходит идеально это малиновый смузи номер я тоже вот к сожалению вам не могу сказать яркий достаточно оттенок мой любимый и если его поверх нанести будет более плотное покрытие ну или если самостоятельно то можно нанести потоньше и вот прям разнести его по губам и будет не так ярко ну а если его нанести потолще то будет прям такие яркие красивые губы классно ухаживает у меня практически все оттенки из этой линейки есть лоли лиц и честно говоря я их больше больше всех люблю больше вот этих здесь перламутр и ну перламутр вы меня всегда как-то так вот знаете не это не очень заходят блески еще у меня с собой есть точилка это точилка шанель кстати поточил карандашик и не до конца его трясла вот забыла показать у меня есть еще с собой лак для губ в оттенке 40 0 43 это бежевый я уже всю руку изрисовала буду вот здесь вам сейчас рисовать очень красиво лежит тоже в stories показывала вам здесь почему-то темнее у меня на губах он станет становится еще светлее девчонки мне писали в комментариях что у кого-то он в розовый уходит очень интересно даже да что он может уйти в розовый он прям такой нюдовый бежевенький очень очень красивый и классно ухаживает за губами так ну и что еще еще у меня здесь собой пилка фаберлик это просто незаменимая вещь я уже кому-то могла ее всем предложила заказала и маме и у дочери есть у всех особенность этой пилки в том что вот это вот тонкая боковинка тоже рабочая это очень удобно когда какой-нибудь заусенчик вот здесь например у вас нет с собой щипчиков я не брала маникюрный набор с собой вот этой пилкой обхожусь стеклянная это единственный минус если она упадет она может разбиться на этом все всю косметичку вам показала надеюсь вам было интересно полезно ну и спасибо большое за просмотр кому интересна скидка фаберлик проходите по ссылке под этим видео и попадете ко мне буду вашим помощником буду помогать вам на любом этапе оформления заказа с консультациями ну и конечно же с моей помощью вы никогда не пропустите какую-нибудь акцию которая касается именно вас и ну и какой-то выгоды на этом все увидимся в моих новых видео с вами была марина соловьева всем пока